Привет, меня зовут Беляев Валерий, широко известный в узких кругах как Симон. Я хочу рассказать вам о новой системе анимации в Unity, Меканим. Меканим это достаточно сложная и продвинутая система, поэтому цикл будет немаленький. При этом я предполагаю, что вы уже работали в Unity и хоть немного знаете его интерфейс. Тонкости связанные с Меканим я покажу, но основу работы вам нужно предварительно изучить самим. Меканим добавляет очень много новых возможностей по анимации персонажей. С его помощью можно легко перенацеливать анимации с одной модели на другую, достаточно легко выравнивать анимационные клипы, просматривать их. Облегчена настройка взаимодействия между клипами. Возможно анимация разных частей тела разной логикой. Процесс работы в Меканим может быть разделен на три стадии. Первое. Приготовление ассетов и импорт их в Unity. Это делается художником или аниматором в программах моделирования, подобных 3D Max или Maya. Второе. Установка персонажа для Меканима. Персонаж может быть двух типов. Гуманоидный и негуманоидный. Гуманоид это персонаж, подобный человеку. С двумя ногами, двумя руками, телом и головой. Негуманоидный персонаж это монстры, животные и тому подобное. Для таких персонажей не получится перенацелить анимацию на другую модель, но все равно можно пользоваться многими инструментами Меканим для облегчения работы с анимациями. Сама установка персонажа включает в себя создание и настройку аватара и настройку мускулу. И третий этап это оживление персонажей. Это выбор анимаций, установка переходов между ними, установка машины состояния и деревьев смешивания, а также установка параметров анимаций и управления анимациями из кода. Рассмотрим первую стадию, это подготовка персонажа и импорт его в Unity. Персонаж создается в программе моделирования типа 3D Max или Maya. Далее для персонажа создается скелет, который определяет кости внутри персонажа, их иерархию. Процесс создания скелета и дополнительных инструментов управления им называется rigging. Далее нужно будет указать, как движения скелета будут отражаться на движении самой модели персонажа. Процесс привязки сети к костям называется скининг. На моем сайте вы можете найти цикл уроков по rigging, скинингу и анимации персонажа. После того, как персонаж создан и привязан к скелету, его нужно экспортировать из программы моделирования. Unity поддерживает много форматов моделей, однако рекомендуется использовать формат FBX, так как он позволяет экспортировать полный набор необходимых для персонажа. Сетку, скелет, нормали, текстуры, анимации. Также этот формат не требует наличия установленной программы моделирования. Можно, конечно, просто сохранить модель в родном формате используемой вами программы. Однако при открытии такого файла Unity пытается открыть соответствующую программу сам 3D Max и с ее помощью уже загрузить файл. То есть если отдать такой файл человеку, у которого нет 3D Max, он не сможет его открыть. Ну вот так же можно экспортировать и одну анимацию без миши. Чтобы можно было экспортировать нашего персонажа прямо в проект, создадим новый проект в Unity. Открываем Unity, выбираем создать новый проект, находим папочку, в которой мы будем его создавать. И выбор папки, создать. Ну вот проект создался. Создадим в проекте папки для персонажа анимации и скриптов. Вообще это дело вкуса, как организовать проект. Так что делайте это, как вам нравится. Экспортируем нашего персонажа в приготовленную папку в проекте. Выбираем формат файла fbx. Вводим имя нашей модели. Вообще эта модель бесплатная от Mixama с Asset Store. У меня есть сохраненные установки экспорта для файлов с анимацией и файлов без анимаций. Вы можете взять их вот по этому адресу. После скачивания их надо поместить вот в такую папку. Если у вас нет здесь вот папки fbx, то надо ее создать. А здесь выбрать тот версию Макса, которая у вас установлена. После этого даже не нужно будет перезапускать Макс. При следующем экспорте Макс найдет эти установки и их можно будет выбрать. Вот здесь. Нажимаем ОК. Все. Модель экспортирована. Я предпочитаю отдельно переносить текстуры в проект, а не экспортировать их напрямую в одном vbx.pilex модели 3D Max. Поэтому мы сейчас их перенесем в наш проект, чтобы они подхватились при импорте нашего персонажа в Unity. Переходим в Unity. Unity некоторое время импортирует нашу модель. Ну все. Модель появилась в проекте. Текстуры подхватились. Теперь нужно сделать некоторые установки. Во-первых, наша модель слишком маленькой в величине. Когда проверить, поместим модель на сцену. А рядом с ней поместим обычный куб. Видим, что наша модель вообще совершенно маленькая. Лильпут какой-то. Изменим ее масштаб при импорте. Делаем просто единичку. И пай. Вот она появилась где-то рядом с ней. Чтобы увидеть, какого персонажа стал размером, выровняем куб по персонажу и изменим его высоту на нужную. Ну вот, видим, что высота персонажа где-то метр семьдесят шесть вполне нормальна. Ну, на этом первый этап закончен. Конечно, тот промелькнул очень быстро. Однако, мы совсем не рассматривали само моделирование, риггинг, скининг. На самом деле, вам придется основательно потрудиться, прежде чем вы сможете выполнить этот этап. Но это уже не цель данного цикла, поскольку это не относится к работе в Юнити. Во втором уроке мы рассмотрим вторую стадию. Установку персонажа для механизма. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!